Официальный старт ей дал премьер-министр Дмитрий Медведев. Он сразу обозначил приоритеты аграрной политики в стране. Высокотехнологичный пищепром, качественный, недоступный по цене продукты на столах наших потребителей, граждан Российской Федерации. Для достижения этих показателей используется целый ряд инструментов долгосрочного и оперативного планирования. В текущем году на развитие сельского хозяйства из бюджета планируется направить более 230 миллиардов рублей, а именно 237 миллиардов рублей. Участие в «Золотой осени» принимает больше 2500 предприятий. Ключевой раздел выставки – экспозиция регионов. Один из крупнейших павильонов в Москву привез в Краснодарский край. Делегацию возглавил губернатор Вениамин Кондратьев. По его словам, Кубань намерена потеснить импорт мяса птицы, тем более, что сейчас этим продуктом производители края полностью обеспечивают региональный рынок. В продовольственную безопасность страны внес вклад и урожай зерновых почти 14 миллионов тонн. Но сейчас остро стоит вопрос в животноводстве. На Кубани стараются делать акцент именно на этой отрасли, рассказал Вениамин Кондратьев Дмитрию Медведеву. «Очень сильно представлена у нас, конечно, переработка в крае, экономически очень поддержана. Но вопрос, конечно, сырье. Самый серьезный вопрос – это обеспечение мясом. И молочное сегодня скотоводство, и мясное – это очень проблема». «А поголовьем заниматься? Мы с вами это обсуждали, и с вами, мисс Министров, нужно найти...» «Я думаю, без господдержки все-таки здесь надо тоже не обойтись. Ну, ладно, но надо, конечно, возрождать то, что было. Тем более, были тяжелые времена для свиноводства на территории края, потому что болезни все и так далее. Постарайтесь это сделать. А с урожаем я поздравляю, потому что он действительно выдающийся, и для нашей страны это очень важно». Также на выставке Кубань представила несколько инвестиционных проектов в области сельского хозяйства. Самые крупные из них – по строительству тепличных комплексов по круглогодичному выращиванию овощей.